здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте я только что с пробежки и сразу же к вам так значит о чем мы поговорим так сейчас я курточку сниму вернее свое вот это вот потому что так так мне уже тут кофе сделали слава богу спасибо родному я хотела сейчас ответить на некоторые вопросы душа щепещущие такие и у меня есть несколько минут пока я я люблю с пробежки прибежать я там много воды пила а сейчас хочется прям взбодриться еще больше вот запах кофе и в общем люблю люблю я кофе люблю и так сейчас глоток есть вот готов а меня спрашивали про то я готова отвечать что для нас о чем вообще вы говорите о пасхе о чем вы вообще не а то дорогие мои я а то это был пасхар про пасху не рассказывала и поздравляла и говорила по поводу чего пасху вы знаете о чем пасху вы знаете о чем была пасха о том чтобы поломанные разбитые смертью грехами жизнью наши мечты были исцелены были реализованы были воодушевлены жизнью во христе вот пасха это именно об этом пасха это космическое событие духовное которое грядет и будет реализован и немыслимый абсолютно немыслимый финал о котором вы даже не догадываетесь вот что такое пасха к сожалению наши человеческие умозаключения даже мизинца не стоит того великого разума о котором нам ну под пытается донести господь к сожалению мы даже не пытаемся сосредоточиться да даже потренируйтесь потренируйте любовь пасху в своей жизни потренируйте и вы увидите результат уже в реальной жизни то что в духовной в реально у меня сегодня прекрасное настроение и у меня настроение всегда прекрасное самого утра независимо от того что происходит какие бывают огорчение бывает огорчение бывает скорбь например вчера но сегодня уже все восстановилось все в порядке прочитали некоторые стихи из библии и все стало на свои места это я о профессоре не умывакине об иван палчи своим дорогом знаете что я решила сделать я решила сделать целый скажем так сериал по поводу книг рецептов о здоровье иван палыча не умывакина которые я использую активно то чему он меня научил потому что вдруг до меня дошло а вдруг книги которые у меня лежат мой сын не прочитает или моя невестка и мне надо именно из целой книги нужно взять вот то основное что очень важно бывает читаешь читаешь книгу и только в серединке улавливаешь вот она вот именно вот это мне нужно вот это мне нужно донести и до людей и до себя ведь я это использую уже давно глоток кофе вот моя чашечка отлично и знаете что господь бог от меня вел я думаю сейчас включу профессора не умывакина а вдруг не ту лекцию вдруг вот не в этой лекции он говорил о боге о своем отношении к богу или в другой и мне искать придется месяц копаться в интернете искать ту лекцию где вот именно это и вы знаете фраза а мне так хотелось вот он умер дай мне так хотелось в его память именно эти строки и и вчера именно эти строки из его лекции вышли мне мне господь сказал вот на держи лови я их поймала где он сказал я только в преклонном возрасте узнал что бог существует ведь он доктор врач профессор и в преклонном возрасте он узнал а сколько бы всего хотя он себя полностью и в преклонном возрасте он взял эту эстафету он вообще 70 до восьмидесяти девяти он же умер на девяностом году жизни на девяностом это прекрасный показатель и вот семидесяти до считайте девяносто этот промежуток он полностью распинал себя он настолько сильно распинал себя вот все что он знал все что он хотел донести вот все это он донес это конечно потрясающе потрясающе это не человек это точно что ангел ангел которого господь бог сказал на держи лови это вот еще одна личность с которой я хочу тебя познакомить это случилось более десяти лет тому назад меня он настолько вдохновил схватил за сердце за то что что я начала писать ему письма и получила ответ это еще был у меня один вопрос и я ответила следующий вопрос дальше мне роман роман написал такое ну я не знаю это не вопрос это утверждение или роман вы меня пугаете потому что у вас нету ни аватарки ничего не фотографии попыталась я ответить вы мне написали два раза один раз в комментариях а второй раз наличку попыталась я вам ответить в письменном виде вы и такого не существует в общем написано было такая строчка я взяла каждого кто говорит у нас правду или убивают или распинают подумайте об этом я подумала вы знаете в бывшем совке ватном так я называю бывшие ссср и все страны бывшего советского союза за исключением тех которые вырвались самые первые это эстония латвия литва это молодцы умнички успели смотрите без ничего процветают развивается но это отдельная история у которой которые вообще на камнях живут у них ничего нет они процветают у них есть культура это самое главное у них есть образование и у них есть гидность в общем я подумала вы знаете все кто защищает человеческие ценности в нашем ватном бывшем совке все подвергаются критике и самое главное еще подвергается не просто людской вот такой вот твой роман неужели вы не хотите чтобы ваши внуки жили хорошо неужели вам не хочется чтоб они шли и не наступали на плевки на плевки гадких грязных людей ну людей в кавычках чертей как я их называю мразин я их называю это у меня бесы мразины которые харкают вот этими вот харчками туберкулезными или алкаши например да которые также мразины или наркоманы или те кто поставляет наркотики да или те кто гадит на улице покушав кидает в общем мразин неужели вам хочется чтобы ваш ребенок жил среди таких нет тогда надо говорить и не только говорить своим примером показывать как знаете я беру деток иду в лес вернее не иду а еду беру большие мешки и собираем вместе мусор одну территорию небольшой кусочек квадрат освободили это наш квадрат мы знаем что это чистый квадрат если какая белочка по этому квадрату пробежит радоваться будет вы знаете мой участок он благоухает рядом заброшенный лежит сейчас я вам покажу наш двор где я также являюсь членом правления давайте посмотрим вот дорогой роман посмотрите вот это вот наш дворик мы его уже покрасили побелили детки со всех дворов абсолютные все мамочки они идут к нам вон наша песочница покрашенная красным зеленым дерево закрывает вот наша качелька всегда на ней кто-то раскатывается посмотрите на горке мальчик стоит посмотрите как выкрашенные у нас бордюрчики посмотрите как высушены у нас цветочки посмотрите какая у нас красота сейчас мы посмотрим в другое окно вот здесь вот у нас подъезд вот здесь вот мы выходим все это наш двор это относится к нашему ОСМД давайте посмотрим соседний ОСМД а вот роман соседний ОСМД вот они сюда вкопали шины вот их песочница с прошлого года как бы прикрытая но на самом деле она полностью грязная туда собаки пись и рядом посмотрите в их ОСМД на середине стоит мусор и куча машин мы не позволяем машинам вот так вот ставить вот так машины в нашем дворе ставить мы не позволяем и вот мусор с прошлого года это ветки это листья это всякая грязь и тут же они вешают свое черное белье вот посмотрите это их веревка возле мусорки возле машин которые они позволяют в общем вот у них поломанная ветка и они даже не соизволят на кого-то упадет эта ветка не вызывают специальные службы ничего вот это их двор и вот картина нашего двора и в том числе их детки идут к нам посмотрите как у нас не просто чисто а вылизано вылизано мы вылизываем и контролируем это все мы в том числе члены правления посмотрите здесь хоть одна машина стоит вообще у меня когда-нибудь здесь машина стоит у нас есть специальное место вон там мы отвели как бы знаете небольшой участочек вон там видите въезд отметили его и вот туда можно ставить не более трех машин если более трех все мы не пускаем вот так дорогие мои вот это наша территория нашего ОСМД дальше для того чтобы здесь убирали мы платим деньги мы собираем с всех абсолютно со всех членов нашего ОСМД их ОСМД собирает больше чем мы я это знаю потому что мы интересуемся и мы просим их все время убрать эти листья с той стороны а теперь скажите мне пожалуйста что там происходит если они собираются своих жителей больше а на мусор вывезти нанять машину у них нет денег в чем проблема знаете в чем проблема проблема в том что при въезде в бывший ватный совок и знаете я вам скажу это самое настоящее воровство и поэтому вот при въезде нужно я имею ввиду ватный совок нужно сделать это я так называю страну бывшего СССР нужно сделать вывеску пусть это будет вывеска памятка помните когда-то я рассказывала что когда въезжаешь в Мешхет есть такой город в Иране мы ездили там ворота и на воротах руки отрубленные висят уже есть высохшие есть свеже отрубленные как вы думаете у кого рубят руки у воров и как ни странно воры в основном из бывшего совка туристы потому что ну иранцы они не воруют им руки отрубят а с отрубленной рукой или пальцем в обществе появляться нельзя все знают что ты вор это позор считается с отрубленными руками и пальцами ходить и вот у них вот это как памятка а у нас как памятка должна быть если ты украл буханку хлеба ну при въезде да ты вор если ты украл вагоны ты мэр если ты украл триллионы долларов ты президент подумайте об этом вот до чего докатились это ватный совок это жители бывшего союза советских социалистических республик что гондурас если вы посмотрите по рейтингу коррупции то с кем рядом гондурас разделяет ну прямо рядышком посмотрите посмотрите хочу чтобы вы поработали чуть-чуть так что дорогой роман я не знаю на какую тему вы это к чему мне приписали приписали ли вы мне это к масочкам к спорту к тому что мы убираем дворы или может быть это к тому видео где я чищу мою подъезд и белю его за свой счет или где я красила дверь за свой счет или где я с детьми к чему к чему я вообще любому человеку говорю даже если вам проплачивают напугать меня или еще что-то во-первых это бесполезно потому что можно так сказать я свой план уже почти выполнила и теперь хочу перевыполнить в плане любви вы знаете у меня всегда обдумывается план когда Бог меня спросит что сказать я скажем так подготавливаюсь подготавливаю свою жизнь к тому что ему сказать я вспоминаю все-все-все свои грехи стараюсь их не повторять покаявшись ну и другие кое-какие мероприятия по подготовке делаю что я вам советую роман а то что вы делаете я не думаю что мой отец небесный будет вас по головке гладить подумайте об этом уже здесь на земле он не будет вас и ваших близких по головке гладить еще раз роман подумайте всех остальных я люблю целую нет вас я тоже роман люблю потому что ну иначе как без любви вы просто наверное не подумали ради чего я ее пугать буду ради того чтобы мой внук ковырялся в мусорках или чтобы я старым пенсионером вытаскивал там объедки это и дал вы этой жизни хотите такой нет если нет тогда руки в ноги и пошел роман женей своей поджопник и вперед и вперед на уборку территории вперед и не молчим а говорим говорим дружок мой говорим вы не безмолвное существо вы человек созданный по образу и подобию Божьим понимаете Бог дал нам слова чтобы мы делились говорили распространяли и немножечко приводили себя в человеческий облик роман имя-то какое роман римляне какой вы римляне Господи спаси и сохрани романа люблю вас пока-пока